9 ноября 1967 года обратный отчет миссии Аполлон-4 шел на последних секундах. Это был первый полет массивной, сложной ракеты-носителя Сэттерн-Ви, которая однажды отправит людей на Луну. На вершине этой ракеты, достигающей высоты 363 фута, сидел беспилотный командный модуль Аполлоу, запланированный для его самого сурового испытания на сегодняшний день. Для более чем 400 человек, которые работали в этот день, Сэттерн-Ви, обладающий достаточной мощностью, чтобы вывести на орбиту 85 капсул Меркьюри одновременно. И его беспилотная полезная нагрузка символизирует нечто большее, чем 1000 бит данных, которые должны быть возвращены. Успех этой миссии означал бы, что мы пакуем чемоданы и отправляемся на Луну. Детектор зажигания о тебе. Автоматический взлет. При старте управление миссией переключилось на центр пилотируемых космических кораблей в Хьюстоне. Легенды все еще ходят? Летный истребитель. Мы получаем данные. Советую тебе выглядеть умно. 2525 лет. Вас понял. Как дела? Отправляйся в полет. Эком. Отправляйся в полет. Бустер. Статус постановки бустер. Полет. Полет со всеми источниками. Не так ли? Полет зеленого нет. Зеленый. Входи и выходи. И выходи. В самолет. Похоже, это твой ускоритель. На протяжении всего этапа запуска миссии Сатурн-5 самая сложная из всех американских ракет-носителей работала безупречно. Отдавая дань уважения Центру космических полетов имени Маршалла, ответственному за ее проектирование и строительство. Мы действительно хороши. Все в порядке. Руководство как насчет тебя? Выглядит неплохо. Проверь оружие и инициируй. Устер, у тебя есть водяной клапан. Не так ли? Войлер выглядит неплохо. Твой космический корабль. Джинси, как дела? Хороший полет. Системы ориентации совпадают. Полет по наземной трассе — это аномалия. Это твое ретро? Окей, бустер. В Центре управления полетами диспетчеры отслеживали сгорание служебной двигательной установки космического корабля, которая подняла командный модуль на высоту более 11 миль, готовясь к возвращению. Этот вид лунный экипаж увидит дважды. Один раз во время полета наружу, другой раз по дороге домой. Второй ожог служебной двигательной установки дал космическому кораблю импульс для входа в атмосферу Земли со скоростью 25 миль в час, имитируя возвращение с Луны. Это было самое суровое испытание теплозащитного экрана, барьера толщиной менее 3 дюймов, который защищает космический корабль и экипаж от 5-градусной температуры при входе в атмосферу. Командный модуль после своего беспилотного полета приземлился в пределах видимости своей номинальной целевой точки. Анализ данных показал, что на самом деле он вошел в систему несколько быстрее, чем первоначально предполагалось, а теплозащитный экран более чем выдержал это тяжелое испытание. В то время как температура на его поверхности превышала 5 градусов по Фаренгейту, внутри космического корабля никогда не поднималась выше 70 градусов. Одной из возможных проблемных областей на Аполлоне-4 была вибрационная картина Сатурна-Ви на этапе запуска. Аналогичная проблема в программе Джемини с ракетой Титан вызывала много беспокойства до тех пор, пока не были внесены технические изменения. На акустическом и вибрационном объекте Центра пилотируемых космических аппаратов картина вибрации Сатурна-Ви, определенная в результате послеполетного анализа, была запрограммирована в компьютерную испытательную машину. Объект, чтобы посмотреть, может ли астронавт нормально функционировать в этот стрессовый период. Подопытный Гордон Купер. Слева. Я не наблюдал никаких движений иглы ни на одной из игл. Пройдя мимо кэпком, я был действительно хорош. У нас хороший голос по этому поводу. Хорошо? Скажи. Голос индейки не заметил никаких движений иглы. Все в порядке. Никакого движения иглы, и я смог хорошо видеть все скопления воздуха. Результаты? Человек может управлять транспортным средством в период вибрации. Здесь нет никаких проблем. Пока продолжался послеполетный анализ Аполлона-4, шла подготовка к Аполлону-5, первому летному испытанию лунного модуля. Этот полет, назначенный на январь 1968 года, должен был проверить окончательное космическое оборудование, необходимое для завершения первой пилотируемой миссии по высадке на Луну. Успех Аполлона-5, идущего по пятам Аполлона-4, означал бы, что мы уже на пути к лунной миссии. В то время как лунный модуль первого полета ожидал своей миссии на мысе Кеннеди, инженеры и наземные экипажи Центра пилотируемых космических кораблей готовили этот исследовательский аппарат для посадки на Луну к многочисленным полетам в руках пилотов, испытателей НАСА и астронавтов. Этот прототип свободного полета является предшественником тренажера, который будет использоваться для подготовки астронавтов к высадке на Луну. Используя реактивный двигатель для получения первичной тяги, транспортное средство поднимается на заданную высоту. На этой высоте реактивный двигатель дросселируется и управляется электронным способом в его карданной системе, чтобы поддерживать 5-6% веса транспортного средства, имитируя лунную гравитацию. На протяжении всех фаз полета при подъеме и спуске управление ориентацией достигалось с помощью ракетных кластеров ориентации. Во время имитируемого спуска на Луну, пилот управляет транспортным средством на спускаемых ракетах, используя органы управления типа лунного модуля с электронным управлением, чтобы дать точные характеристики отклика лунного модуля. Как только начинается имитация спуска на Луну, пилот направляет транспортное средство к точке посадки, отмеченной на взлетно-посадочной полосе, и приземляется. Но в то время как этот симулятор готовился к подготовке астронавтов, другие тренажеры уже использовались как в общих, так и в специальных программах подготовки к полетам. Летные экипажи для ранних орбитальных миссий «Аполлон на Землю» тренировались на трех тренажерах командного модуля. Номер один расположенный в МСК Хьюстон, номера два и три в космическом центре Кеннеди. Это статические базовые компьютерные устройства, которые имитируют с помощью визуальных и звуковых средств всю миссию «Аполлон», которая будет выполняться в командном модуле. Симулятор лунного модуля имеет такое же отношение к лунному модулю, как симулятор командного модуля к командному модулю. Эти симуляторы тоже расположены в Хьюстоне и космическом центре Кеннеди. Хотя системы визуальной проекции окон не были полностью работоспособны, системы транспортных средств можно было активно моделировать и обучать летные экипажи, а также наземные испытательные бригады. Другие тренажеры, достигшие рабочего статуса в конце 1967 года, включали симулятор процедур командного модуля и симулятор процедур лунного модуля. Тренажеры для выполнения задач из двух частей, работающие совместно как единое целое. Динамический симулятор процедуры экипажа – это тренажер движущейся базы с гидравлическим приводом, который дублирует движение космического корабля во время взлета, входа в атмосферу и других маневров с приводом. Станции экипажа командного модуля и лунного модуля можно менять местами, что позволяет воспроизводить маневры на обоих космических аппаратах с помощью одного симулятора. Симулятор перевода и стыковки, установленный на воздушных подшипниках, оснащен станцией экипажа лунного модуля, с которой астронавты практикуют стыковку с макетом командного модуля для будущих миссий на орбиту Земли и на Луну. Установка для погружения в воду – это подводный имитационный резервуар, в котором обучение проводилось при нейтральной плавучести, имитируя невесомость. Активное включение этих тренажеров в программу подготовки к миссиям «Аполлон» обозначило близость пилотируемых полетов. Пока готовились миссии и обучались экипажи, инженеры МСК продвигались к решению проблем космических аппаратов. Одной из наиболее значительных серий испытаний было исследование воспламеняемости. Оригинальный материал космического корабля был испытан при давлении на площадку космического корабля и орбитальном давлении. Этот нейлон под давлением 16,2 фунта на квадратный дюйм абсолютного чистого кислорода сгорел с неприемлемой скоростью. Это дублирует давление прокладки. Этот заменяющий материал, называемый ББИ, был признан более приемлемым. Как и этот заменяющий материал, называемый бета-тканью. В результате этого тестирования бывшие легковоспламеняющиеся материалы были заменены новыми продуктами, многие из которых не были доступны во время проектирования и строительства ранних космических аппаратов Аполлона. И это испытание на воспламеняемость привело к другим изменениям внутри космического корабля. Например, электропроводка была перенаправлена, изолирована и покрыта новыми изоляторами. Сантехнические соединения были изменены и повторно заделаны. Была введена новая огнеупорная укладка для легковоспламеняющихся предметов, таких как продукты питания и бумажные изделия. Унифицированный быстро открывающийся люк был встроен в конструкцию командного модуля, чтобы обеспечить быстрый выход на площадку. Но исследования на воспламеняемость выявили один неопровержимый факт, который заставил бы принять важное решение в начале 1968 года. Факт был просторечный. При абсолютном давлении чистого кислорода 16,2 фунта на квадратный дюйм сгорело бы почти все что угодно. Это было неверно при давлении космического корабля 6,2 фунтов на квадратный дюйм на орбите. Тогда было бы объявлено решение о том, что на площадке космический корабль будет использовать азотно-кислородную атмосферу. 16,2 фунтов на квадратный дюйм. Астронавты будут дышать чистым кислородом, будучи запечатанными в своих скафандрах. Атмосфера площадки будет постепенно удаляться на орбите и заменяться атмосферой чистого кислорода при более низком давлении. Планирование при проектировании космического корабля Блок-2 предусматривало такую возможность. И каков результат? Никакой существенной задержки в программе нет. В МСК Хьюстон другие усилия по поддержке лунной миссии достигли оперативного статуса. Обсерватория сети оповещения о солнечных частицах работала в полном объеме, включая ее оптический телескоп, радиотелескоп и средства анализа данных. Обсерватория МСК непрерывно работает совместно с другими обсерваториями в цепочке СПЭН, в том числе аналогичными оптическими и радиообсерваториями в Корнарвоне и на Канарских островах, управляемыми Центром космических полетов Годдарда и оптическими обсерваториями, управляемыми ВВС США и Администрацией службы экологических наук. В мае 1967 года обсерватория Корнарвон была единственной обсерваторией в Калифорнии, которая проводила подробные наблюдения за солнечной активностью, представляющей особый интерес для доктора Ван Алена, первооткрывателя радиационных поясов, окружающих Землю. Благодаря регулярным каналам, по которым СПЭН собирает, анализирует и публикует эту информацию совместно с международным научным сообществом, доктор Ван Ален смог получить необходимые ему данные. Это всего лишь один небольшой пример того, как, хотя сеть оповещения о солнечных частицах предназначена в первую очередь для поддержки пилотируемой посадки на Луну, путем предоставления данных о вспышках на Солнце, она оказывает ценную услугу науке за пределами ее основной сферы. В целях дальнейшей поддержки лунной миссии, лунная приемная лаборатория начала настраиваться на свою послеполетную роль. В то время как здесь используется множество стандартных современных методов, лаборатория уникальна тем, что объединяет ряд задействованных дисциплин, а также специальные средства обработки и измерения. Радиационная лаборатория, например, расположенная в 50 футах под землей под ЛРЛ, обеспечивает защиту от фонового излучения до такой степени, что она может измерять низкий уровень радиации более чем в три раза ниже, чем в любой другой радиационной лаборатории в стране. Сейчас идет подготовка к полномасштабному моделированию, обработке и анализу лунных образцов. Это культуры тканей обычных земных растений, выращенных в среде, свободной от микробов. Хотя оно и потеряло свою форму, это табачное растение. В таком виде растение чрезвычайно восприимчиво к болезням и довольно нежное. Десятки тысяч этих культур будут использованы для тестирования лунных образцов. В конце 1967 года люди, которые будут обращаться с этими растениями, проходили обучение. Обработчиков животных нужно было обучить. Эти белые мыши, четвертое поколение мышей, выращенных в гигиенических условиях и утративших всякую устойчивость к болезням. Прикосновение человеческой руки к микробам, которые она переносит, может убить их. И все же их нужно кормить и чистить клетки, не загрязняя окружающую среду. Эти мыши вместе с другими животными и культурами растительных тканей будут использоваться в качестве детекторов жизни. Они будут помещены в непосредственной близости от лунных образцов или проглатываться небольшими порциями вместе с пищей или путем подкожных инъекций. Что с ними будет? Шансы невелики. Несколько врачей в лунной приемной лаборатории заявили, что они были бы готовы подвергнуть себя воздействию лунных образцов таким же образом, как будут подвергаться мыши. Вероятность того, что на поверхности Луны существует какая-либо жизнь, в том числе вредный эпидемический вирус или бактерии, довольно мала. Однако в сочетании с возможным риском воздействия на население Земли и внеземного живого материала, эти меры предосторожности должны быть приняты. Детекторы воспламенения магии Впечатляющий взлет Аполлона-4 олицетворял самоотверженные усилия сотен тысяч людей. Проблемы были решены и решены. Другие проблемы были на пути к решению. Хотя пилотируемые полеты все еще впереди, в течение последней половины 1967 года в сложную структуру было добавлено еще больше строительных блоков. Сооружение, которое однажды достигнет Луны. Используй все источники, не так ли? Ракета-носитель хороша? Отправляйся в это время. Иди до конца, ракета-носитель. 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 Продолжение следует...